Ситуация изменилась и в бытовом общении. Если в 90-е годы не было ни одного брака, была одна попытка, когда Ашин Кипай выбрал химширскую девушку, то с милицией, со всеми конфликтом ее забрали обратно, выгнали за старика. Была трагедия очень серьезная, но сегодня ситуация меняется. Уже сегодня, скажем, существует, вот за последние 5 лет процесс, потому что новое поколение выросло, химшилок уже на Кубане, есть около пяти сорок нескольких браков. Могу сказать, что за это время не произошло ни одного брака с только мисхитинцами, у химшилок. Они вообще очень редко, как бы, отдают и берут партнеров. Поэтому единственная группа, с которой они контактировали, это курды Курманчи, которых они уже начали назвать курдами химшилок, потому что это были между собой родственные связи. Также они не сильно поддержали курдов Курманчи в желании уехать в Америку. То есть были какие-то несчастья, желающие уехать в Америку, но основная, не основная, практически 90% все прописаны, граждане России, устроены, смысла нету, и Америка, думаю, не примет, потому что они живут и нормально здесь сосуществуют. Также сосуществуют три совместных предприятия между аршенскими армянами и химшилами, граждан Турции на территории Аршеновского района. Все это говорит о наметившихся сдвигах в культурном диалоге. Выросло новое поколение аршенцев, которые уже не хотят видеть друг друге разное, а хотят иметь общее, но этот процесс достаточно сложен и не терпящий спешки. Каждый шаг неправильный может привести к тому, что все эти наработки рухнут. А сейчас я хочу перейти непосредственно к друг другу аршенских армян. После событий XIX века, и в особенности после того, как после Кавказской войны стали переселяться по хаджиры, северо-кавказские народы, в Турцию, именно и вселили по некоторому замыслу в тех землях, где жили аршенские армяне. В свою очередь уже в 60-х годах, а может и раньше, в 50-х годах XIX века аршенские армяне начали переселяться на северо-западный Кавказ. Было таких два района, куда пребывали переселенцы. Это Армянская Шапсуга в современном Туаксинском районе, и такой же центр был в Абхазии, в Сен-Аш-Сен-Аш-Метцаро. И оттуда уже распространялись по всему региону. Это Абхазия, Черноморское побережье Кавказа, и частью в Авшаровском, в Белореченском и в Мальковском районе. То есть, вы будете так, где его быть. Сегодня в СМИ... Игорь Трофимович, не знаю, может быть. А-а-а, не знаю, не знаю. А-а-а, сегодня в СМИ, ну тогда я лучше, может, город должен поговорить. И сегодня происходит процесс, вот где-то, значит, на 60-е годы. Ахшинские армяне и идеологи, скажем так, интеллигенция, украеведы, и сегодня присутствует один из них, это Сергей Вартанян, которые стали создавать идеологию современных ахшинских армян, объединять эти группы, и драмзонцев, уродуйцев, дженикцев, и вести на просветительную работу среди них о том, что это группа ахшинских армян. Потому что ахшинские армяне не выделяли себя на отдельную группу, например, как Карабахские и другие. Но сейчас, вот последние 30-40 лет, этот процесс берет достаточно сильно. Это выражается в том, что созданы организации именно явно с ахшинско-армянской направленностью. Это научно-информационный центр Ахшин Троевой, который я представляю. Это армянские общины, общество, ахшин в Туаксинском районе, коллективы ахшин в Лазаревском районе. Одним словом, ахшинские армяне, сегодня у них подъем самосознания. И я, короче, считаю, что это правильно, потому что процесс ассимиляции, он очень сильно затрагивает нашу руку. В меньшей мере это происходит в Абхазии, где были армянские школы, был контакт с Арменией, все время не прерывающийся, только после 80-90-х годов был некоторый отстой. И там армяне, да, не сохранили свой язык, свою сационарную идентификацию. Там сейчас другие проблемы, проблемы политические. Армянская община Абхазии теперь, как бы она находится между двух огней, она втянута в этот конфликт, абхазо-грузинские. Вот перед недавними выборами я смотрел в интернете отзывы грузинских СМИ об армянах Абхазии. Это просто ужас. Там идет война информационная вовсю. Начиная от того, что армяне хотят там келиквию построить, заканчивая тем, что был геноцид грузинского народа, как мы делали абхазские армяне. То есть достаточно им сейчас сложно. Есть некоторые давления со стороны абхазского, скажем, абхазской общественности, которые, мне кажется, относят больше политический характер на фоне выборов. Все-таки армянское население Абхазии значительное. По данным официально 45 тысяч человек, она, например, намного больше. Другое дело происходит в Краснодарском крае. Если еще в сочинском регионе, где большая часть живет абхазии, их, наверное, более 100 тысяч, как-то сохраняется армянская культура, армянская самобытность, кроме города Сочи, то, скажем так, кубанские абхазии, армяне, они не могут себя достаточно защитить от вот этого ассимиляции. Но это естественный путь, ничего не сделать нельзя. Если, конечно, так все продолжится, ну, может, лет через 20-30 кубанские абхазии не могут совсем ассимилироваться. Сегодня идет процесс в связи с меняем фамилии вовсю. Кстати, в 90-е годы этого не было, когда было тяжело на самом деле. А сейчас вроде все спокойно, люди меняют свою фамилию, своим детям. То есть основные проблемы, я сразу же закончу, это процесс ассимиляции в Краснодарском крае, сохранение своей идентичности. В Абхазии это политическая проблема. А в Турции это, конечно, проблема налаживания контактов, культурных контактов, я подчеркиваю, чтобы это не было воспринято, как и наше армянское общество, в Светарке-Туретке, что какие-то попытки, я там, не знаю, что-то совершить против государства Турции, что это может сразу повлекет за собой проблемы ухопа фемшилов и башки фемшилов. В свою очередь.